Дорогие ребята, всем привет! Сегодня мы с вами разберем последнюю главу книги для чтения Питер Пен, учебник Spotlight за седьмой класс. Итак, называется она Wendy grows up Wendy вырастает The children decided it was time to go home Дети решили, что настало время вернуться домой First, they sailed to some beautiful islands And then they flew to London Сначала они поплыли на красивые острова И затем они полетели в Лондон Питер и Тинкебелл долетели до дома дарлингов первым Quick, Tink! Питер whispered Быстрее, Tink! Прошептал Питер Close the window! Закрывай окно When Wendy comes, she will think her mother has forgotten her And she will have to come back with me Когда Венди прилетит, она подумает, что ее мама забыла про нее И ей придется вернуться назад со мной But just then, Питер saw Mrs. Darling looking into the room Но как раз в этот момент Питер увидел Mrs. Darling, заглядывающую в комнату There were tears running down her face And Peter knew that she loved Wendy as much as she did as he did По ее лицу бежали слезы И Питер знал, что она любит Венди так же сильно, как он He left the window open And a few minutes later Венди, Джон и Майкл flew through it Он оставил окно открытым И через несколько минут Венди, Джон и Майкл пролетели через него I think I know this place, said Майкл Я думаю, что я знаю это место, сказал Майкл Of course you do silly, said Джон There is your old bed Конечно, глупыш, сказал Джон Это твоя старая кровать Listen, said Wendy Mother is coming Let's get into bed and pretend to be asleep Just as if we had never been away Послушайте, сказала Венди Мама идет Давайте заберемся в кровать И притворимся, как будто мы спим Как будто мы никогда не улетали So when Mrs. Darling came into the room She saw her children asleep in their beds Итак, когда Mrs. Darling вошла в комнату Она увидела ее детей, спящими в кроватях Она позвала ее мужа и Нену И они стояли И смотрели на детей с огромными улыбками на их лице Это был великолепный вид Но никто не видел этого, кроме маленького мальчика Который пялился через окно и вытирал слезу Of course, that is not the end of the story Конечно, это не конец истории Венди asked her parents to adopt the lost boys Венди попросила своих родителей усыновить потерянных мальчиков Mr. and Mrs. Darling talked about it And of course, they agreed Mr. and Mrs. Darling поговорили об этом И, конечно, они согласились They wanted to adopt Peter too, but he refused Они хотели усыновить Питера тоже, но он отказался He wanted to live in the Neverland and be a child forever Он захотел жить в Neverland и остаться ребенком навсегда The lost boys grew up, just like Wendy, Joe, Michael and every other child in England Потерянные мальчики выросли так же, как Wendy, Joe и Michael И каждый ребенок в Англии One day Wendy got married and had a little girl of her own Однажды Венди вышла замуж и у нее появилась маленькая девочка Her name was Jane, and Wendy loved her very much Ее имя было Jane, и Венди полюбила ее очень сильно One night, while Wendy was watching Jane sleeping, a boy flew through the window Однажды ночью, когда Венди смотрела на спящую Jane, мальчик влетел в окно He was exactly the same as ever Он был такой же, как всегда Hello, Wendy, he said Привет, Wendy, сказал он Hello, Peter, she answered Do you want me to fly away with you? Привет, Питер, ответила она Ты хочешь, чтобы я полетала с тобой? Of course, said Peter Конечно, сказал Питер I can't come, Wendy said sadly I don't remember how to fly Я не могу пойти, сказала Венди Печально, я не помню, как летать I'll soon teach you again, smiled Peter But his smile disappeared when Wendy stood up Я снова научу тебя снова, улыбнулся Питер Но его улыбка исчезла, когда Венди встала You are grown up, he said Ты выросла, то есть ты взрослая, сказал он Yes, said Wendy, the little girl in the bed is my baby Да, сказала Венди Маленькая девочка в кровати, это мой ребенок Peter looked at the sleeping child and he started to cry Питер посмотрел на спящего ребенка и стал плакать The sound woke Jane up Звук разбудил Jane Why are you crying, boy? She asked Почему ты плачешь, мальчик? Спросила она I wasn't crying, said Peter What's your name? Я не плакал, сказал Питер Как твое имя? Jane, I'm Peter Penn Jane, а я Peter Penn I know, said Jane She took Peter's hand and they began to fly around the room Я знаю, сказала Jane Она взяла Питера за руку Питера И они стали летать по комнате When they reached the window, they looked back at Wendy Когда они подлетели, достигли окошка Они обернулись на Венди Of course, Wendy let them fly away for an adventure together Конечно, Венди позволила им улететь вместе на поиск приключений She watched them from the window until they were as small as stars Она наблюдала за ними из окна До тех пор, пока они не стали такими же маленькими, как звезды Ребята, на этом все Обязательно, пожалуйста, подписывайтесь на канал Переходите на видео «Контроверское привидение» Это учебник Спортлайт для 8 класса Книга для чтения А также смотрите видео разборы учебника Спортлайт за 7 класс Разборы контрольных работ и рабочих тетрадей Обязательно подписывайтесь Всем счастливой удачи, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok